Ни промозглая погода, ни поздний вечер не напугали жителей Хакасии. На встречу с активом партии ЛДПР люди пришли самые разные и даже с детьми. По улице Ленина сносят бараки. О, слышали, наверное. Ну вот, как бы, администрация нам предлагает даже не жилье, а сумму денег, на которую мы не сможем купить даже комнату в общежитии. Пожарного участка нет, скорой помощи, ЖКХ не работает. Поликлиника только в селе, поселковый совет тоже не работает. Стационарного лечения нет. Дороги вот перестали ремонтировать. Там 9 пунктов разных вопросов. Вообще верите в то, что помощь, она возможна от таких встреч? Ну, эффекта какой-то будет. Может быть, не то, что от меня. Может, где-то это что-то услышится по всей стране таких, что 5-6 насобираются. Уже где-то галочка будет стоять, может, заметить в каком-нибудь законе. Ручаться за то, что ЛДПР помогает не только словом, но и делом готов обычный житель Абакана Андрей. Мужчина говорит, партийцы вмешались в неразбериху, которая у него возникла с судебными приставами. Почему-то за три года ничего не решалось. После обращения депутатского ЛДПР в течение месяца вопрос решился. Долгожданный поезд помощи ЛДПР прибывает точно по расписанию. Среди представителей партии два депутата Госдумы – Виктор Соболев и Александр Шерин. Здесь же, прямо на перроне, организовывается митинг. Александр Шерин – кавалер Ордена Мужества, десантник-офицер. Говорит вещи, касающиеся каждого. В стране буксуют образование, медицина, ЖКХ. О несправедливости к пенсионерам и молодежи. О том, что ЛДПР всячески пытается изменить ситуацию. Ну а в это время все жалобы от людей принимают юристы. Реакция, уверяют, будет на каждое письмо. Пишем депутатский запрос по хорошему чиновнику. Чиновник занимается отписками. Потом пишем в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет. Если и это не возымеет должного внимания, соответственно, председатель ЛДПР встречается с главой государства. И на стол главы государства ложатся все эти проблемные вопросы. Кстати, по Хакасии агитпоезд проезжает второй раз. Восемь остановок, начиная от Копьева до Абакана. На встречу с партийцами пришли порядка полутора тысяч человек. Из Хакасии поезд ЛДПР отправился на восток России. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.